Исчезнет всё и богатство и власть. Исчезнет всё и богатство и власть. Исчезнет всё и богатство и власть. Если человек забывает Аллаха и вечную жизнь, то одержимость страстью к богатству меняет его психическое и физическое состояние. Такие люди сразу видны. На их лицах печать страха. Страх всё потерять никогда не отпускает их. Оставь меня с тем, кого я сотворил одиноким. Я даровал ему большое богатство и детей, которые находились рядом с ним. И распростёр перед ним возможности без меры. И после этого всего он вновь желает, чтобы я добавил ему. Важно понимать главное. Сколько бы дорогих машин, домов, роскошных одежд не было у человека, всё равно число машин, на которых он сможет ездить, или комнат, в которых он будет жить, или одежд, которые он будет надевать, очень ограничено. Пусть вы живёте в самом огромном дворце на планете. Во скольких комнатах вы сможете жить одновременно? Или же у вас самые роскошные одежды? Но сколько их вы можете надеть на себя сразу? Пусть даже во дворце будет сотню комнат, но всё равно человек ведь не сможет жить одновременно во всех комнатах и будет довольствоваться только одной. И даже если шкафы его будут ломиться от самых роскошных одежд, надеть-то он сможет только один костюм. Пусть стол его ломится от всевозможных явств, но съесть он сможет тарелку две, больше уже просто в него не влезет. Тогда еда будет доставлять ему муку, а не наслаждение. Этих примеров можно привести очень много. Но что самое главное, человек всё равно ограничен земными возможностями и реалиями, сколько бы денег и богатства он не имел. Но в чём же тогда подлинное богатство? Подлинное богатство принадлежит лишь муйминам, которые понимают, что бессмысленно, безудержно гонятся за приходящими ценностями земной жизни, а потому не придающие им первостепенного значения, ведь они знают, что всё благо и богатство в мире приходит им от Аллаха. Ведь муймины купили у Аллаха вечную жизнь в обмен на быстротечную земную, и они расходуют дарованное им богатство и имущество ради того, чтобы обрести милость Аллаха. И они благодарят Аллаха и тогда, когда Аллах дарует им безмеры, и тогда, когда имущество их вдруг уменьшается. Поэтому-то они совершили самую выгодную покупку, ведь вместо несбыточного счастья в земной жизни они выбрали вечную красоту и совершенство жизни в раю. Воистину Аллах купил у верных их души и их имущество в обмен на уготованный им рай. Они сражаются на пути Аллаха, разя врагов, и сами бывают убиенны. Таков истинно обет Аллаха в Торе, Евангелии и Коране. Кто более верен своему обету, чем Аллах? Так возрадуйтесь же своему торгу, который вы заключили с ним. Это и есть великое спасение и счастье.